Девчоночки, всем приветик! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять свои комментарии. А мы сегодня будем выполнять с вами коррекцию вот такого предыдущего нашего дизайна. И начнем с того, что пушером предельно аккуратно подвигаем кутикулу, чтобы ни в коем случае не повредить нашу ногтевую пластину. Далее нам понадобится твердосплавная фреза. Примерно на 20 оборотах снимаем предыдущий материал. Если вы будете работать практически без нажима на 20 оборотах, у вас фреза будет самостоятельно, практически как по маслу, снимать предыдущее покрытие. И далее нам понадобится пилочка 120 на 120 грит, для того, чтобы свести предыдущий материал к натуральной ногтевой пластине. И поднять ее чешуйки, для того, чтобы искусственный материал мог максимально глубже войти в нее. Далее я буду использовать кислотный праймер, так как я буду выполнять коррекцию акрилом. И как обычно, хорошо вымываем кисть в маномере, набираем шарик акрила, переносим его на ногтевую пластину и формируем максимально идеальную поверхность. И после того, как наш акрил полностью застыл, мы фрезером помогаем себе в опиле его, обрабатываем зону кутикулы. И если понадобится, снимаем лишний материал с поверхности ноготочка. Но так как фрезер не может нам дать идеальную поверхность, мы все равно будем дорабатывать пилочкой 120 на 120 грит. Конечно же, поработаем над кутикулой. Я уже предварительно подняла ее и ножничками аккуратненько убираю лишнее. И большим шариком, примерно на 16 оборотах, снимаю излишнюю поверхность с боковых валиков и зоны кутикулы. Вот теперь смело мы можем приступать к нашему морскому дизайну. Мизинчик указательный и большой пальчик покрываем лимонным гель-лаком. Не забываем его подвести кисточкой под кутикулу. Безымянный и средний будет у нас покрыт белым гель-лаком. Для выполнения такого дизайна художественных навыков не обязательно иметь. Все выполняется очень легко и просто. Наносим хаотичными движениями бирюзовый цвет и сверху прям по нем, прям по мокрому наносим синий цвет. Располагать вы можете синий с разных сторон. Это будет у нас такая бегущая волна. Мы волну будем выполнять только на лимонном цвете, потому что лимонный цвет это по нашей задумке будет песок. Девочки, чем коряевее вы будете наносить, тем красивее дизайн у вас получится. Обожаю эту технику рисования. Я думаю, вам она очень сильно тоже понравится. И пока вы смотрите, как я вам наляпываю волну, расскажу вам о следующем нашем действии. Вам нужно белый гель-лак развести с топом, но не до такой прям полупрозрачности, а до той консистенции, чтобы плотность у вас была больше, чем прозрачность. И закрываете именно те моменты, там где у вас есть максимально темный цвет. Берете топ и топом в этот белый гель-лак просто копаете точечки и у вас получится вот такой морской бриз. Потом берем белую гель-краску и используем нашу любимую технику тяпули-ляпули. И делаем вот такие вот якобы волны на берегу. Это будет наша морская пена. Что самое интересное, пока вы будете выполнять вот эту вот морскую пену, на первом пальчике у вас гель-краска, сама разлезется вот такие вот кружочки, очень подобные тому, как мы делали эффект воды. Засушили все и потом мы перекрываем все финишным покрытием и отправляем все в лампу на просушечку. И на безымянном пальчике желтеньким делаем песочек, добавляем туда бирюзового, синенького и отправляем в лампу на просушечку. На среднем ноготочке, девочки, будем сейчас включать наши способности художественные и будем рисовать морской пейзаж. Итак, вспоминаем нашу любимую технику тяп-ляп и рисуем что? Правильно, рисуем море. На верхней половине ноготочка добавим желтенького цвета, он добавит нам яркости и будет сочетаться вместе с остальными ноготочками. Это будет наш солнечный блик. В верхней половине белым гель-лаком рисуем спасательный круг. Делаем белую подложечку, широкенькую очень, но чтобы сдалека было видно, что это спасательный круг. И на этом мы, конечно же, не остановимся. Нам мало этой картинки, поэтому в море мы будем рисовать наш парусник. Надеюсь, девчонки, я объясняю максимально доступно так, чтобы каждая девчонка, которая даже не умеет рисовать и впервые держит кисточку в руках, смогла выполнить даже самый сложный дизайн. Напишите в комментариях, насколько доступно и для вашего понимания и восприятия я объясняю. И, девчонки, минутка серьезности, потому что хочу вам отметить один момент. Если вы понимаете, что в какой-то момент вы можете что-то испортить, что-то где-то задеть, либо ваш клиент максимально активный, у вас сидит, постоянно разговаривает по телефону, либо дергает руку, обязательно каждый элемент отправляйте в лампу на просушку, хотя бы там на фиксацию. 10 секунд вам будет вполне достаточно. А сейчас возвращаемся к нашему безымянному пальчику. И на нем мы синим гель-лаком рисуем вьетнамочки. И, девчоночки, кто не успел еще записаться на мои курсы, которые будут проходить и в Германии, и в Днепре, и в Одессе, и в Киеве, и в других городах, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте вопросы в личных сообщениях, а ссылочку на организатора вы можете найти в описании под видео. Девчули, возвращаемся к нашему спасательному кругу. И нам дальше понадобится красный гель-лак. И делаем вот такие вот прорисовочки, чтобы просматривалась четкость в дизайне. И подчеркиваем остальные элементы красным гель-лаком. Субтитры сделал DimaTorzok И возвращаемся к нашему безымянному пальчику. Нам нужно будет здесь подчеркнуть наши тапочки. Дальше я буду использовать белый гель-лак. И не нужно его будет мешать ни с финишем, ни с базой, ни с чем другим. Мы просто вот в сыром виде, какой он есть, какой густоты и консистенции, таким же и рисовать цветом. Девчоночки, я еще вас очень сильно, очень слезно хотела попросить, чтобы вы проголосовали за меня на сайте Bisharm. Ссылочка будет в описании под видео. Мне очень нужны ваши голоса. Я в них очень нуждаюсь и очень на вас, надеюсь, рассчитываю. Спасибо вам заранее огромное-преогромное. Мне тут почему-то захотелось добавить пальмочки. Листья, вернее, от пальмочки. Ну, такой, чуть-чуть подвеселить его еще больше. Кто-то скажет, что вроде бы как и так веселенький. Но вот нам надо увеселить эту программу. Поэтому мы дорисуем, подрисуем, добавим темненького, светленького и отправим в духовку на просушку. И наш дизайн перекрываем финишным покрытием. Я перекрываю финишем без липкого слоя. И вот так, девчонки, не имея художественных навыков, вы можете создать произведение искусства на руках своих клиентов. И обязательно у вас получится вот такая безумно красивая красота. Очень ярко, очень реалистично и непонятно, как выполнено. Поэтому, если вам очень понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте оставить свой комментарий. И обязательно не забудьте за меня проголосовать на сайте Бишарм. И не забудьте подписаться на мой инстаграм. А я вас всех люблю, целую, обнимаю. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok